идем дальше что у меня отрицательный опыт я получил всего нет не так меня взошло от бродского 4 это исторический факт и давно немного писал фотографии дел фильм снимал 4 взошло прекрасно за год выросли с мой рост прекрасные мощные деревья сеянцы персика шлифт а так как он к якобы считается разостойкий я не делал ничего пришла зима потом весна и довольно даже не снега до уровня земли он был мертв только с ним остался навсегда мороз только связь на хваленое ненастоящие и вдруг он полез из земли и стал точно таким же полтора метра мощный куст но тут я перестраховался я его весь забинтовал весь 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 вот зима простояла жалко было расставаться приходит весна и его разбинтовываю а он мертвый все больше я с ним не связывался почему пусть у меня персик хасанский основа слов ведущий сорт чуть ли не единственный но зато я не 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 нет они трясусь по ночам и выживет не я знаю совершенно спокойно вот это я все что я хочу сказать о персика шлифта здравствуйте почему деревни сбросили на землю причины две одна причина такая что больные деревья перестают бороться и просто на них остаются листья это говорит о том что дерево мертво но я конкретно не говорю это предположить ах листья сбросил или дерево уже мертво весна она не проснется это бывало сплошь и рядом особенно вот с этими южными которые здорово это ладно сергей на юг продает а кто-то же с крыма купил за всех на 200 тысяч с крыма куда питер это же бывает такое вот надеялся на что-то а здесь получается второй вариант просто нужно растение вот им надо для-то короткое и они еще не прожили весь свой одни как бы не адаптировались вот у меня сейчас как ездили мне еще говорят нам и понадежнее а у вас вот такой список абрикосы давайте вспоминать абрикос баев я здесь 40 лет а он для меня появился вот давайте его вот амур я нашел дерево восемьдесят пятом году огромное дерево в этом сам так называемый центральный усадьба огромное дерево амура которому уже лет двадцать было накинем еще 20 кто-то умудрился его посадить я даже не смотрел туда ничего не понимал привить и непривитая но плоды были такие же плотная мякоть и деляется кошка плоды 20-25 грамм но с кислинкой но после друзья в отношу к культурным именно культурным если под накинем еще 20 получился где-то 60-х годах он был посажен и он у меня до сих пор и ни разу жизни на нем ни одна веточка не заболела и не замерзла ни одной никогда ни одной этой паршинки и вот когда мне говорят там не понадежно амур бай серафиму 3 вот бай амур серафим они середнячки это как бы автомобили жигули из современной марки там вот но не мерседес вот это я отвечаю и что получается получается так эти деревья листья сбрасывают однозначно вот я отвечаю на ваш вопрос а нас не сбросили не адаптировали потому что все что к нам попадает сибирь как правило это все эмигранты с более южных краев им нужен вегетативный период длиннее можно ли присадить сливочную клетку нежелательно сливы не боятся ям из-за яма как некоторые с перепугу только я увидел что вот это нагнет начинает говорят давай пересаживать игра можно пятилетку а может четырнадцатилетку вот такой перепугу это получается я их учил-учил переучил я берете разгребаете эту яму которую посадили смотрите склончик есть и где нижняя часть склончика туда водоотводная получается канавку и пусть дальше живет вот а если действительно вот как некоторые а я перезягиваю не хочу оставлять влечь трехлетка я хочу пересадить выкапываете пересаживаете на сильнейшая обрезка кроны чтобы тот искалеченный корень который вы вытащили из ямы чтобы он выкормил не всю крону хотя бы часть их вот такой ответ крапивин у меня только тогда черешня начало подносить когда к ней поближе подползла мишня с помощью коллега от вас для этого свела она не подошла знаете то что мишня и черешня родственники и прекрасно друг друга опыляют и даже превращаются друг другом для таких случаев были удивительное дело это самая близкая родня поэтому для них опыление не проблема наоборот помощь вот я об этом я придумал как однажды почитал потом давай сидеть рядом и у меня никогда не было проблем с урожаем поэтому то что вы написали подползла вишня здорово и через железо полдоносит согласен с крапивиным сергеем так и наконец раз никто не пишет я быстренько возвращаюсь потому что у меня впервые мы практике подвела подвела почта сейчас объясню смотрите вот это вот начинаю сначала время позволяет позволять вот мне законных 18 минут смотрите все так же как на прошлом вебинаре фотография вот олег олег олегович мезинов когда-то это были мои косточки стали вот такими чудесами это уже брянская область видите хасанский сейчас почему я вас подведу к проблеме хасанский хорош да вот значит поехал стал крупнее я начинал дайте они были размером только не падаете 15 грамм до того отечали в том моменту когда я обнаружил минусинский никогда не проявал до сих пор у меня это все минусинский вот этот чудесный урожай превратился вот эти косточки так и эти не все я даже не знаю сколько ко мне едет ну несколько сотен я поторопился объявить я думал чтобы потом как-то расписывать людей пусть некоторые уже сейчас закажут заранее еще до того когда он объявил только он объявил что посылка прошла причем пошла ускоренная почта пошла с помощью м.с. она всегда была самой быстро и только как он это объявил это было в прошлом вебинаре я сразу начал принимать заказы случилось чудо но чудо со знаком минус то есть я считал так ну вот сейчас толпа набросится и я выставил линейку Иванов Петров Сидоров вот и они дорогие но все равно я ожидал ну это косточка может не взойти никогда минус 100 рублей но вы же никогда не играли каждый из вас 1000 рублей почти каждый выброс и не обижается вот не судьба а тот кому повезло за 100 рублей может получить вот это чудо вот это вот и задают 100 рублей окупается назовем за тысячи кратно теперь что получилось получилось следующий 20 она уже была в русске и маясь это вопрос буквально через 5 дней и до сих пор москве я это а но страшно ничего нет 6 человек заказали косточки 4 косточки было заказано 5 косточек другим 6 третьим 10 четвертым 15 пятым а 6 я забыл но 15 это был рекорд то есть до сих пор а нет еще но это пока не полная заявка еще в одной была это самая сейчас скажу примерно 30 штук еще еще оплачено 30 вру и так 15 6 30 все и с тех пор и до сих пор этот список сохраняется то есть никакого ажиотажа нет продать если там 10 будет 500 или 800 как я понял я не смогу вот это понятно цену сбрасывать не буду почему ну уж представляете если вы золото по 100 рублей там золотые кольца вы продавали обидно было бы допустим еще что такое бриллианты вы продавали по 100 рублей икру килограмм по 100 рублей вы бы согласились обидно было бы вот так и здесь пока вот это все что мы имеем это посылка которая застряла в москве но я буду звонить самолет летит быстро мне кажется причина дня три назад показали в москву и сказали запомнил 60 рейсов придено 40 рейсов задержано и мы следим самолетом поэтому и скорее всего надо спорта пока она не дошла вот такая история с кошками но никуда не денутся за несколько дней не испортится я предлагаю все равно использую свой шанс но это лучше чем согласитесь покупать билеты вот это я вам как-то ведь расскажу что такое теория вебинаре расскажу что такое теория вероятности и как вас дурят с лотерейными билетами но это будет другой раз на сегодня мы с вами закончили все друзья желаю вам заказать и персики и абрикосы и сливы почему надеяться на эти питомники вот они надеются на эти питомники на эти питомники на эти питомники представляете что это значит фотографии из интернета и какого какого они будут и что вам продадут если тут моя фотография светится и девушки садоват взял черешни где в россии то есть по это промышленный сад черешин который можно нарезать черенков и дело в сибири его нету а еще раз говорю да я вас позорю не хрен было на фотографии я обращаюсь с нормальным людям пожалуйста выращивайте сами выращивайте сами вот как сейчас было такое знаете я заказ сделала подождите подождите я уже соседку убедила и такие случаи уже несколько меня поверили значит соседи убедя нету шансов нет вот это все вы пишите русского садового все замерзли чертой мать и откуда дровички а русский садовод вот это вот зло берет вот это вот черешня которую только по югу самому югу россии то кое-как где мы вот это вот взяли это фотография откуда но как смотрим ну начинаю листать внимание ну где и так скажи фотографии который вот здесь откуда дровички мы фотографии уберите туда я больше вас проведать не буду и будете дальше людям голову морочь но уже без меня вот без этой фотографии убирайте чертой матери вам же зиму вам же легче будет обманывать все заканчиваем переходим на собственное это на самообслуживание выращиваем сами . до свидания друзья на этом я закругляюсь вот